В посёлке Черноморском с Днём Победы поздравили ветеранов и блокадников. Первое поздравление приняла Анна Якушина. В годы войны служила телефонисткой, дошла до Германии. За развернувшимся перед домом представлением ветеран вместе с семьёй наблюдала из окна своей квартиры. Военнослужащие 90-й зенитно-ракетной бригады в честь Анны Ивановны устроили небольшой парад. За поздравлением из окна следил Владимир Фёдорович Акименко. Во время Великой Отечественной он участвовал в прорыве голубой линии. Свою благодарность ветерану выразил глава Северского района Андрей Дорошевский. Многие отдали жизнь за эту свободу. Большой ценой досталась эта свобода и мирное небо для нашей страны, для всего советского народа. И мы благодарим вас и низко кланяемся за ваш подвиг. Ваш подвиг останется в веках, в истории. Посетили и блокадницу Нину Веривскую. Её в посёлке знают многие. Свои воспоминания о блокаде Ленинграда и войне она передаёт подрастающему поколению. Вы настоящий герой для нас, для молодых, для подрастающего поколения. Вы пример для подражания. Мы равняемся на вас. Поздравить Нину Ивановну также пришли соседи, учащиеся 51-й, 46-й школ. В ответном слове блокадница выразила благодарность всем собравшимся за память о подвиге советского народа. Благодарим вас за особое внимание к нам, за поздравления с Днём Победы. Пройдя через горнила Великой Отечественной войны, мы заслужили от вас. За доброту и память, низкий поклон вам и чистого мирного неба. Все, кто погиб за Родину и кто умер в мирное время, для нас они все герои. Китчик Александр Павлович служил барионебойщиком и воевал на территории Донецкой области. Большой вклад внёс в развитие посёлка Черноморского, участвуя в его строительстве. Ветерану вручили подарки, а артисты местного дома культуры исполнили задорный танец. Последний чествовали Антонину Кирилловну Серову. Попала на фронт в 1942 году и все годы войны спасала жизни солдат, служа, медсестрой. Удостоена большого количества медалей и орденов. В этом году ветеран отметила вековой юбилей. В Северском районе осталось всего 16 свидетелей той ужасной войны. Каждый год от нас уходят ветераны. Но своим подвигом они заслужили на века жить в сердцах и памяти людей.